Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Давайте какие-нибудь пару мудрых советов в честь наших молодых. Просто, чтобы она была счастлива, и все. Ну, я хочу сказать, что с такой бабушкой быть несчастливым невозможно. Она редко меня видит, так же, как я ее. Возьмите, пожалуйста, крупным планом бабушку, чтобы Настя теперь ее видела чаще. И сфотографируйте нас. Сейчас я хотел бы взять у Читы ВИКС интервью. Кстати, очень приятно, что как Сергей, так и Ирина оба Александровичей. Практически. Семья есть семья. Я уже придумал новую фишку для рекламы. Только представьте себе. Сделай паузу. Слушай ВИКС. Складывается впечатление, что все гости отказываются от ВИКС. Поэтому я предлагаю помочь этому процессу. Посмотреть, сколько питья, сколько еды. Вот этот человек мне нравится больше всех, потому что он все время подносит бухло. Выпивки все больше и больше, а желающих пить это все меньше и меньше. Открывай, сообрази на троих. Продолжаем интервьюировать ваших гостей далее. Расскажи, пожалуйста, ты в детстве очень часто читал Александра Сергеевича Пушкина? Нет. Я смотрю, у тебя золотая цепь, которая надубитом. Дорога тебе пожелаю нашему молодому. Счастья, здоровья, любви, взаимопонимания и всего самого хорошего. Так, стоп. Она существует, я же говорил. Прекрасная, очаровательная компания. Видимо, это родственники, потому что они, как правило, сбиваются в стаи и находятся неподалеку друг от друга. И сейчас мы возьмем интервью ваших прекрасных друзей. Тем более, вы, как будущая мать, знаете, что такое счастье. Поэтому пожелайте что-нибудь нашим ребятам. Да, чтобы Наташенька тоже уже ходила, как можно, скорее с таким же животиком. Я предлагаю здесь немножечко отдаться традициям нашего оператора взять крупным планом прекрасный животик. И сейчас я предлагаю Наталье. Наташа, вы нас слышите? Прикоснитесь, пожалуйста, к животику через экран. У вас осталось 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Будем надеяться, вы успели. А кто это? Вас опередили. В последнее время стало очень модно приглашать на тусовки. Будь что угодно. День рождения, светский раут или та же свадьба, как здесь сегодня. Звезд отечественной эстрады, шоу-бизнеса и даже Голливуда. Сегодня у нас в гостях сам Вин Дизель. Hello. Hello, my friend. Да, здорово. А, нет, это не Вин Дизель, я ошибся. Камера есть, да? Нет, мне кажется, он стоит статично. Просто парень в черных очках только что сейчас спалил себя на глазах у всех. Давай пожелаем всем нашим молодым детишек, на самом деле. Мне очень хочется, чтобы как можно быстрее мы им поможем, чем сможем. Ах, какой необычный свидетель. Наталья, имейте в виду, в случае чего свидетель вам в этом процессе поможет. Лишнее, я надеюсь, вырежете, да? Конечно, мы лишнее вырежем. Надейся. Я понял. А мне кажется, что этот человек все время ходит с двумя парнями. Я не знаю почему, наверное, потому что они, во-первых, а, смотрите, одинаково одеваются сверху и снизу практически. Еще у них все время в правой руке бокалового шампанского. Почему ты хочешь выделяться на фоне всех остальных? Потому что я хочу выделяться на фоне всех, с этими людьми не только я хожу, я всегда с ними живу, умею. О, боже, какие подробности, один из них даже застеснялся. Друзья, продолжаем интервьюрировать наших гостей. Вот прекрасный джентльмин, обратите внимание, крупного давайте его возьмем. Хотите, не надо очень крупный, он и так не маленький. Давайте пожелаем теперь что-нибудь отдельное Наташе и что-нибудь отдельное Сергея. Мы потом это вырежем из кадра, вы не переживайте. Он меня понял с первого слова. Поехали далее. Друзья, на любом празднике жизни должен быть официальный человек. Официальный и не очень. Не очень, это я, я сегодня ведущий этой свадьбы, а официальный человек, это наш прекрасный регистратор по имени Яночка. Яночка, давай пожелаем что-нибудь молодым за кадром. Конечно же, я желаю молодым, чтобы их брак был долгим, счастливым. У меня такое ощущение, что Яна уже начала работать и включилась автоматически. Мне кажется, что наш бывший петербургский зенитовец Андрей Аршавин в молодости выглядел именно так, обратите внимание. Давайте что-нибудь пожелаем нашим молодым. Что, Аршавин? Он меня подслушивает, что ли, я не понимаю. Желаю им большой любви на всю жизнь, в жизни, как все цветы, которые подарили им. Слушайте, мне кажется, он даже круче, чем Аршавин. Наташа, ты знаешь, что вот здесь есть на этом празднике жизни девчата, такие как Вика и Елена, они когда узнали, что ты выходишь замуж, у них начался некий такой, своего рода, даже траур, потому что теперь Серега достался тебе. Что ты делаешь с девчатами? Посмотри, девушки ходят в черном теперь. Давайте пожелаем что-нибудь нашим молодым и скажем Наташу все, что вы о ней думаете. Любили друг друга, уважали, ценили, и все будет хорошо. Ну еще бы она сейчас на камеру сказала что-нибудь другое, до этого она мне говорила совершенно иные слова. Пожелаем Наташе отдельно как-нибудь, ну как вы мне говорили до этого? Наташа, я ничего не говорила, я честно, я клянусь, ну честно. Ты очень милая, славная девушка, у тебя очень заботливый, любящий супруг. Мне кажется, тебе очень повезло, повезло и ему. Вот, немножечко было истины. Догадайте в трех раз, что объединяет этих молодых людей. Время. Правильно. Я вас люблю, обожаю. Серега Малой, Рауе. Теперь я знаю, что Серега на самом деле именуется Малым. Малой, все будет нормально. Просто в интернете написано, что солистка Pussycand Dolls Николь Шерзингер сегодня отдыхает на свадьбе Натальи и Сергея. Я реально так убедился с помощью гугла. Привет, Николь. Hello. Нашим молодым что-нибудь шедевральное из последнего альбома, свою любимую песню. Посвети, поехали. Секси, секси, секси. Ну, все. Какой кошмар. Церемония бракосочетания подошла к своему логическому завершению. Большая очередь, мне остается только спросить, кто последний. Друзья, кто последний? Я за вас не буду. Выключай камеру, выключай. Что приятно, даже официанты идут поздравить наших молодых, посмотрите. Ребята, в очередь, в очередь, в очередь. Вот туда, подарки все там принимаются. А, они тупо за стульями пришли. Вот хамы, а. Каково это на душе? Здесь только что была сейчас официальная церемония бракосочетания, регистрация. Ну, даже не знаю, но на душе всегда хорошо, когда дочка выходит замок. Как сказал Владимир Ильич Ульянов-Ленин, жениться, жениться, еще раз жениться. Мне приятно, что Владимир Ильич как бы с нами вот присутствует, вот витает в воздухе. А сам Зюганов обещал к нам приехать, это правда, по-моему, с вашего повеления? Конкретные лидеры всегда были близки, особенно Владимир Ильич. Ну, может быть, даже Иосиф Виссарионович. После свадьбы мне не будет гарантирована комната для расстрела. Спасибо, папа. Мы продолжаем далее. А сейчас мы возьмем интервью у человека, который сегодня проспорил о том, что он не прыгнет в бассейн. Это уже пятый раз за сегодня. Один из прекрасных гостей нас зачем-то куда-то зовет, я не знаю, может быть, он просто пытается таким образом от нас избавиться. Вот тут ребятам вроде хотят подарить машинку, блядь, вот только вы хотят. Вот этого мустанга? Обратите внимание, все гости повелись. Мне кажется, это самый лучший флешмоб, который я мог наблюдать за всю историю всех всевозможных свадеб. Посмотрите все. Крупно, крупно. Крутая свадьба, крутые вы, и вообще все очень красиво. Блин, нормально он камеру сломал вообще. Поехали далее. Не знаю, как вы, когда я делаю эту картину, я вспоминаю классика жанра. Помните? Стоят девчонки, стоят в сторонке, конфеты в руках тебе, ребят. Очень много конфет. Оператор, возьмите, у вас удача. Прекрасно, гречу любимая и очень уважаемая бабушка. Хочу взять интервью у вас стоя на коленях. Нашим молодым я желаю только крепкой любящей семьи. Я с мужем прожила 54 года. Друзья, минимум 54 минуты буду стоять здесь так. Что приятно, что на этом празднике жизни под названием «Свадьба наших молодых» нас готовы поздравлять все. Пожелаем молодым, их зовут Владимир и Юля. Желаю удачи им, чтобы много детей было у меня. Зачем вы подарки увозите от молодых? Верните, пожалуйста, все в зал. Точно? Ага. Кому являетесь дедушкой и с чьей стороны? Юля я являюсь дедушкой, то есть жене теперь пришли. Ну то есть логически получается, что это дедушка Владимир. Давайте что-нибудь пожелаем нашим молодым. Ну что, счастья, здоровья и детишек. Хотелось бы все-таки увидеть ваши добрые глаза, посмотреть на камеру и передать им привет. Давайте помашим их. Владимиру, Юлечку, ну где вы ездите? Посмотрите, гости томятся уже, не знаю. Кто-то из них уже начинает жевать листву. Мы хотим есть уже, приезжайте быстрее. Ольга, скажите, пожалуйста, кому пришли к Юле и к Владимиру? К Владимиру. Здесь должно сейчас звучать что-то трагическое, потому что Олег не знает, что Ольга пришла к Владимиру. Друзья, это уже наш легендарный герой, и сейчас этот человек собирает чернику для наших молодых. Ягоды поспели, говорю, все нормально? Да, да, все нормально. Какой именно из горшочков вам нравится больше всего? Пальма. Не стесняйтесь, возьмите и проходите уже к столу. Наши молодые вас ждут. Забирайте. А мы продолжаем далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова